Всем доброго времени суток. Итак, вольный перезапуск слэш-продолжение серии ИС, запущенный в 2003 году, оказалось вполне успешным. Ну и, как говорил наш дорогой шеф... Пуль железа, не отходя от кассы! В 2005 году Falcom выпускает новую игру ИС The Oath Infelgana для ПК и PlayStation Portable. Причем, как на Западе, так и в Японии. Которая, по сути, является эдаким вольным пересказом третьей игры, но на движке шестой. Практически во всех аспектах была проведена небольшая реставрация по сравнению с прошлой игрой. На первый взгляд, может показаться, что это вообще та же игра. Просто с другими локациями, другими врагами, другими боссами и так далее. Но, лишь начав играть в нее, мы замечаем небольшие, но довольно интересные изменения, которые так или иначе пошли игре на пользу. Например, движение Адолом стало гораздо отзывчивее, если, конечно, вы не по льду бегаете. Там вас будет заносить будь здоров, пока вы ботинки не найдете. Бои также стали более динамичными за счет ускорения движения самого Адола и его атак. Также эти самые атаки стали несколько более... размашистыми, что ли. Они теперь могут легче задевать врагов по бокам от него. Систему с тремя разными мечами из прошлой игры немного переработали. Теперь у вас три волшебных браслета, которые вы находите по сюжету. И они дают вам тот или иной эффект. Один создает вихрь, другой метает фаербулы, а третий на долю секунды превращает вас в халка, чтобы крушить стены. Из ранних игр серии вернулась система экипировки. По ходу игры вы будете покупать или находить новые мечи, щиты и броню. Их также можно улучшать у местного кузнеца, если принести ему немножечко денег и местной волшебной руды, как это было в прошлой игре. Таким образом, они взяли за основу, что было в прошлой игре, вернули некоторые элементы, скажем так, классических игр серии, плюс добавили некоторые прелести жизни, вроде бега или двойного прыжка. Казалось бы, фигня делов-то, а как сильно эти мелочи меняют геймплей и делают его более приятным и дружелюбным. Левел-дизайн в целом также стал более приветлив. По своей сути, эта игра – платформенный слэшер. То есть придется много драться и много прыгать. Но и дополнительные элементы тоже прилагаются. А именно небольшие такие простенькие пазлы и эксплоринг. Периодически можно будет вильнуть туда-сюда для поиска всяких секретиков или ништяков. Но, в отличие от прошлой игры, здесь заметно снизили бэктрекинг и беготню по старым местам. И, что самое главное, почти пропали неочевидные вещи, на что я жаловался в прошлый раз. Игра в целом получилась довольно линейной, и большинство второстепенных ништяков вы будете замечать по ходу прохождения, так что хорошая память тут сильно спасает. Если вы помните, я также жаловался еще на один момент – на грид. Однако в этой игре добавили два новых уровня сложности – легкий и совсем легкий. И они в первую очередь как раз отличаются именно упрощением гринда. В первую очередь эти режимы сильно сокращают гринд за счет более активного выпадения денег и руды с мобов. Я даже скажу больше. Именно из-за этого я рекомендую новичкам ознакомливаться именно вот с этой игрой. И именно на Изи. Хотя, если честно, легким в кавычках я бы это Изи не назвал. Да, поначалу вам может показаться, что вы сметаете все на своем пути. Но уверяю, к концу игры попотеть она вас все равно заставит. Например, из игры исчезла кнопка использования предмета. То есть нельзя вылечиться с помощью зелья на ходу, надо меню открывать. А на боссах вам никто меню вызвать не даст. Зашли в комнату, все. Либо вы оттуда выйдете на своих двоих, либо вас оттуда вынесут. Из врагов все еще выпадают лечебные травы, но они подбираются сразу. Помимо этого из врагов еще бывают выпадают временные бафы усиления. Типа увеличение атаки на полтора или увеличение защиты. Они минималистичны и не слишком сильно влияют на ход игры. Но они есть, и они накапливаются. То есть вы можете подобрать сразу несколько бафов. И по мере уничтожения врагов, вы их можете увеличивать и даже продлевать. То есть игра довольно сильно поощряет постоянное, скажем так, действие, постоянное движение и акшен. Сами враги, в свою очередь, как бы не сильно мешают прохождению, а они скорее больше раздражают. И вот тут стоит в первую очередь выделить летунов. Игра обожает бросать на вас летающих противников, причем зачастую в самых неудобных местах, то есть, как правило, при платформинге. Я рекомендую по возможности их вообще просто игнорировать. Ибо воздушный бой в этой игре далеко не самая лучшая черта Адола. Кстати, о воздушности. Дэшджамп из прошлой игры, слава богу, здесь убрали. Теперь вместо него есть браслет с вращением, который позволяет некоторое время летать. Собственно, боссы как раз составляют наибольшую головную боль и сложность игры. Ну, еще финальный данжен с оживающими скелетами. Последняя геймплейная вещь, про которую я, к сожалению, продолжал забывать на протяжении всей игры, это буст. Нажав на кнопку, можно было активировать усиленный режим на небольшое время. Адол становился быстрее и сильнее. Действует недолго, а накапливается шкала буста не сказать, чтобы очень быстро. Видимо, поэтому я про нее банально забывал почти все приключения. В общем, игра стала более динамичной и более дружелюбной к игроку по многим параметрам. В плане презентации игра также не подкачала. Музыка по-прежнему подчеркивает атмосферу, особенно запомнилась жутковатая тема пещер и офигенное вступление мелодии «Играющий в горах». Стук сапогов по-прежнему, к сожалению, присутствует, но они его хотя бы убавили. Он не так сильно на нервы действует. Добавили озвучку в диалоге, и сейчас я, наверное, низвергну на себя гнев всех любителей андаба. Но мне английская озвучка здесь в целом понравилась. Лишь один-два актера откровенно не подходят своим ролям. Визуальная игра также по-прежнему на высоте. Локации красивые и производят должное впечатление. Хотя все же отмечу, что тропическая тематика прошлой игры мне была чуть больше по душе. Здесь какой-то больший акцент на пещерах, развалинах, руинах, замках. Главное, что они достаточно отличаются друг от друга, чтобы их можно было разделить. Ну, и еще тут есть уровень часовой башни. Если бы там еще летали медузи и головы, у меня бы прям флешбаки начались. В остальном, в плане презентации, игра очень похожа на прошлую игру. Но я бы скорее назвал это плюсом. Не придется привыкать к новому стилю. Напоследок отмечу то, что бросается в глаза в первую очередь, но про это многие забывают. По мере того, как вы меняете броню по ходу игры, меняется внешний облик вашего персонажа. Опять же, мелочь, но приятно. Сюжет повторяет третью игру, но с небольшими изменениями. А долл и доги прибывают в родной город последнего. Но вот незадача. Местный граф угнетает население. Плюс откуда ни возьмись, развелись всякие монстрюки. Но главная сюжетная ветка идет у брата и сестры, которые знакомы с доги с детства. Дальше мне рассказывать как-то смысла нет, ибо пойду сплошные спойлеры. А в сюжете есть пара неожиданных вот это поворотов. Скажу лишь, что история более трагична, чем в прошлый раз. А название игры вы полностью поймете только перед самыми титрами. В общем, сюжет хорош. И на этот раз даже нет откровенно глупых персонажей. Да, у некоторых бывает местами спорная мотивация, но в определенной мере каждого из них по-своему можно понять. Вот как-то так. Подводя итог, могу сказать, что это отличная игра получилась. Геймплей стал лучше и бодрее, а в остальном проблем серьезных так-то и не было. Да, некоторые моменты все еще напрягают. Например, тот факт, что игра стала более линейной и не предоставляет какого-либо разнообразия в выборе оружия или магии. Такое, может, не каждому понравится. Тут я отрицать не буду. Ну или тот момент, что на нормальном, в кавычках, уровне сложности, игра по-прежнему до жути гриндовая и довольно хардкорная. Но благо для этого как раз-таки добавили изи-мод, за что респект. Я по итогу поставлю сегодняшней игре 9 баллов из 10 и настоятельно рекомендую ее к ознакомлению. Даже более того, учитывая наличие упрощенных режимов и более динамичной боевки, я советую эту игру как входную точку для знакомства с серией для новичков. Если кратко, да, это пересказ третьей игры, только более подробно и с улучшенным геймплеем из шестой части. Развитие серии как бы налицо. И что самое главное, серия наконец обрела, так сказать, свой вектор движения и перестала бросаться из стороны в сторону в поисках экспериментов, как это было в период с ИС-1 по 5. Ну, почти перестала. Но на сегодня пока не все. Пишите в комментариях, что думаете об этой игре, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите канал, все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!